Искусственное волокно и шерсть, и она тоже немножко другой структурой получалась, поэтому всё. Не, ну без разницы, что смешиваешь, по большому счёту. Да, но разница потом чувствуется, когда её работаешь. Вот, то есть если мы делаем прозрачный, как нам тут понятно, оно просвечивает фон, и таким образом можно набирать различные необходимые для нас, опять-таки, оттенки, создавать с помощью оптического смешения цветов. Один цвет будет просвечивать из-под другого, делать опять-таки растяжки цветовые, тональные, какие угодно. То есть можно работать очень, делать тонкие, тонкие вещи, тонкие переходы. Иголкой мы закрепляем, опять-таки, чтобы прижать слой, и когда мы немножко закрепляем иголкой, мы видим какой-то реальный цвет, который у нас получается в итоге, потому что когда она лежит сверху, на ткани, она всё-таки немножко не приобретает ту насыщенность, пока мы не прижмём её к ткани, там тень какая-то между слоями, воздух. И достижение настоящего цвета, который будет в итоге, мы увидим только тогда, когда мы пробьём, закрепим немножко иглой. Если мы хотим сделать более яркий цвет, естественно, нужно положить более, несколько слоёв или просто гуще сразу. Чем гуще мы положим мазок, тем он будет ярче. Ну, то есть он будет того цвета, как какого изначально, как какой-то, как, да, такого же, как и шерсть цвета. Можно его сделать более с этой стороны. Сейчас мы сделаем шарик. То есть с помощью вот таких тонких наложений слоёв кордочёсанной шерсти, расчёсанной шерсти, можно передавать очень хорошо объём. С помощью светотеневой трактовки просто реалистический подход к живописи. Объёмно-пространственные изображения создавать. Точно так же можно взять и, например, этот шарик в каком-то месте подчеркнуть. С теневой стороны. Стоит. 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 Субтитры сделал DimaTorzok